Тот, кто считает, что живое существо – убийца, а также тот, кто думает, что оно может быть убит, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Какой вывод? Можно убивать. И предвидя этот вывод, здесь в девятнадцатом тексте, первый раз Шила Прабхупада объясняет. Однако это не означает, что веды поощряют убийство. Ведические предписания гласят «тмахим сия царвабутани» – ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. «Убийство любого тела, совершенное без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственной прихоти, а во имя религии». То есть вот здесь объясняет то, о чем мы говорили. А сам текст о чем? Кришна, этот текст произносит, это Вишваначий Ковартида Кур объясняет. Он говорит так. «Арджуна не может убить Пхишму или кого-то еще из воинов со стороны противника. Не может он быть и объектом убийства, ибо никто из противников не в силах убить его». То есть ты не сможешь убить их, они не смогут убить тебя. Те, кто говорят, что ты их убьешь, они убьют тебя, они просто невежественные люди, которые видят вокруг, ну вот без души, видят без души.